приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут лилия донскова и сегодня мы с вами будем вернее я буду делать макияж и рассказывать какие тонкости на какие тонкости нужно обратить внимание чтобы макияж получился наиболее эффектным и интересным и сегодня я хочу попробовать новые тени у нас новые вышли магнитная палеточка тени рефил очень круто очень удобно то что их можно собрать по своему вкусу на свое усмотрение и я вам признаюсь честно что я ни разу не пробовала еще зеленый и синий оттенок сегодня хочу попробовать зеленый конечно же буду использовать тени только из палетки и буду наносить праймер который где он у меня праймер вот он буду носить праймер специальный база под тени чтобы чтобы тени эффект не смотрелись заодно попробуем как это работает но прежде чем приступить к макияжу как обычно макияж начинается только после того как готов холст поэтому мы сами сначала готовим лицо у меня уже сделан уход то есть полностью все этапы это очищение тонизирование увлажнение крем вокруг глаз а еще сыворотка под кремом то есть кожа напитанная увлажненная и следующий этап это праймер обязательно используйте праймер для того чтобы макияж был более стойкий чтобы тональная основа лучше распределялась по коже равномернее нужно буквально такая одна капелька много его даже мне вот не нужно и для праймера нужна хорошая плоская кисть у меня все кисти только из oriflame и есть часть кисть которые к сожалению нельзя купить все зеркало возьму поменьше потому что они мне пришли в наборе в подарок огромное количество кистей вот это кстати тоже из подарочного набора мне очень нравится когда наносишь праймер что сразу заметно становится кожа становится более матовая и пора как будто бы стягиваются они не такие распахнут поэтому особенно праймер рекомендован тем у кого жирная кожа то есть обладательницы жирной кожи вам праймер прям в помощь хорошие подспорье и как всегда я делаю такие смахи следующий этап это нанесение тональной основы многие спрашивают как долго ждать чтобы праймер впитался но я долго не жду обычно он быстро работает то есть его сразу видно что вот он исчезает придает матовость и можно сразу носить тональную основу я буду использовать тональную основу новинку мастер creation из серии giordani gold spf 18 очень достойная тональная основа полюбилась мне с первого взгляда действительно очень хороша тем что они и не видно в порох мне безумно нравится тон флюид тоже giordani он сразу идет с пудрой то есть наносишь тон он быстро высыхает впитывается и эффект буду же лицо такое холеное напудренное но у меня она забивалась в крыльях носа 10 в порах мне это не очень нравилось то есть я за этим постоянно следила тону так я наношу на руку как рука у меня как палитра всегда на коже быстро то он согревается и становится более эластичным наношу на такую пушистую кисть с коротким ворсом для меня это лучший способ нанесения тона самый щадящий самый легкий скоро я получу еще пигмент корректор и я вам покажу как делать макияж с помощью них прям не терпится уже быстрее опробовать если вы замечаете то у меня все движения идут по массажным линиям я не сбиваюсь с курс то есть у меня нет таких вот движений или вниз то есть всегда вот я двигаюсь вверх это линии наименьшего натяжения кожи чтобы не травмировать кожу лишний раз чтобы не растягивать чтобы она нас как можно дольше сохраняла упругость и молодость потому что конечно когда вам 20 лет еще 25 даже вы еще в этом наверное не думаете и кажется что ой 40 это так не скоро а 45 подавно 50 это вообще не про меня мне никогда столько не будет да это уже думал что молодость это навсегда но к сожалению она достаточно быстро может покинуть нас если неправильно ухаживать за кожей если не давать ей вот все что необходимо я пока крашусь вы смотрите я буду рассказывать что нужно коже многие говорят о главное это хорошая генетика но ученые доказали что генетика это 20 процентов всего лишь занимает от того как вы выглядите раз здорово если генетика хорошая но помните что остальные 80 это правильное питание это спорт прогулки это свежий воздух сейчас заметили если я пошла второй слой наносить мне очень нравится два слоя шею не забываем да вот эти смахи то есть что у нас еще пьем воду спорт сказала да а мышление то есть если замечено что если человек много смеется и всегда на позитиве выглядит гораздо моложе чем человек который в депрессиях там погряз или да у него вечное недовольство усталость он во всем ищет плохое часто жалуются такая такая порода людей выглядит намного старше это касается и мужчин и женщин конечно же так ну вот мне нравится уже уже лицо стало значительно ровнее потому что ну конечно загар очень быстро сошел и появилась тут синюшность покраснение кстати выйдет скоро в пятнадцатом каталоге новинка от покраснений особенно рекомендована тем у кого купероз у кого вот красные пятнышки кожа чувствительна то есть там такой богатый травяной состав и не только травяной вообще растительный что просто я сегодня буквально слушала этой новинки и так вдохновилась хотя не собиралась покупать но у меня реально вот кожа немножко красноватые в начале видео заметили у это конечно мало приятно вот все я нанесла смотрите для того чтобы нанести тон нужно две кисти для праймера 1 для тона для того чтобы продолжить нам нужно будет сделать коррекцию для коррекции я люблю такую плоскую кисть упругую кисть должна до такая пружинистая быть мой любимый корректирующий продукт это такая палеточка верхние два это цвет тон а третий это пудра светлая пудра но прежде чем взяться за эту палетку я еще вам покажу такой консилер в такой упаковке как блеск с губочкой где я им пользуюсь это элемент такие вот чтобы вытянуть какие-то места провальные например носогубки вот у меня они немножко проваливаются от возраста кто не знает мне 44 года уже так много вот я наношу сюда светлым я думаю что как пигмент корректор светлым тоже будет шикарно для этих зон можно немножечко туда вот под глазки синим убрать и вытащить вот эту вот складочку которая к сожалению образуется если у вас подбородок начинает проваливаться и выступать вот эта часть то вот это мистечка тоже надо высветлять чтобы она получила объем тогда будет совсем другой эффект можно кистью это делать можно пальчиками как вам удобно я люблю пальчиками то эти местечки ой тихнуть хочу ой потом уже еще будет коррекция пудрой не кстати на подбородке шрам и вот на щеке шрам это с детства это кот по мне пробежался маленький когда был убегал от собаки а я спала вот нанесли ой глаза аж покраснели чихнуть хотела у меня очень чувствительные глазки поэтому не прям ну всегда тщательно подбираю косметику много с косметикой стараюсь не ходить то есть я по возможности ее вечером быстрее смываю чтобы глазки и кожи отдыхали что я буду делать с этой палеточкой смотрите сверху такой розоватый оттенок розовый она перекрывает все синее но в этой палеточки достаточно плотный материал поэтому если я нанесу под весь глаз это во первых в этом нет никакой необходимости во вторых будет перегруз и если морщинки сильно выделены уже то корректор может собираться в этих складочках а это будет некрасиво вот такими припечатывающими движениями я кладу на венку то есть это источник синего цвета который кидает нам тень под весь глаз получается что у нас как будто бы синяк на вот нанесла буквально чуть-чуть розово смотрите как сразу изменился тон кожи да и глаз стал по-другому выглядит то же самое делаю на втором глазике чуть-чуть средства аккуратненько его припечатала то есть это все мы делаем до пудры и тушу им аккуратненько припечатали краешки растерли думаю ничего не было лишнего вот теперь красиво а если у вас есть пигментации то есть какие коричневые пятна некрасивые то воспользуйтесь этим вот золотистым оттенком он как раз прячет всю эту коричневизну и вот этот корректор он самый плотный то есть если все остальные в рифы да они хороши и они работают но они достаточно прозрачные не дают у той плотности чтобы перекрыть полностью тут легкое прикосновение и все мои пигментики которые никак не пройдут хотя использовала сыворотку крем осветляющий серии за ван а сейчас я взяла себе а ночной крем из новой серии на вэдж специально осветляющие и мне от хочется чуть-чуть добавить пудры сразу вот у меня есть маленькая кисточка я прям отсюда возьмут эту белую пудру и запечатаю вот то что я сейчас делаю чтобы у меня они не убежали вот нужны разного формата кисточки чем у вас их больше тем вам будет проще работать с лицом потому что ну кисти они должны быть разные так следующий этап пока что мы делаем наверное сразу делаю коллекцию бровей потому что брови они сразу как бы делают лицо оформленным и уже видно насколько нужно нанести вот яркий или менее яркий макияж потому что когда брови бледно как у меня сейчас они не не крашеные да такие естественные еще и тонкие выщипала их по глупости в молодости буду использовать палеточку мою любимую корректирующую для бровей девочки все время говорю что это самая крутая палетка которая если сравнивать например что у меня есть сейчас покажу карандаш не есть карандаш для бровей giordani у меня есть тушь тушь для бровей за ван новинка классная тушь прикольная если у меня нет времени заниматься коррекцией бровей я быстро беру тушь и пам 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 они сам становится сразу поярче но форму придать туши нереально карандашом да но карандаш все равно видно немножко я им пользуюсь когда есть время и я прям долго могу прорабатывать все эти волосочки прокрашивать но как правило времени у меня нет поэтому я беру плоскую кисть мне очень нравится наши кисти для бровей такая толстенькая набитая скошенный вот этот кончик как раз позволяет хорошо проработать брови беру щеточку для того чтобы сначала причесать бровки прямо как они должны у меня лежать то есть их расчесываю кстати здесь же можно посмотреть какие лишние волоски и сразу их удалить если они мешаются там какой-то свисает или что то есть причесали а далее в палетке у нас два цвета темный и посветлее третий это воск вот для того чтобы закрепить результат придать блеск волос волосиком дальше брови заиграли чтобы они держали форму и цвет но я могу сказать я не всегда пользуюсь этим воском и так классно держится форма цвет весь день вот теперь маленькая фишка чтобы накрасить брови правильно и красиво чтобы не было такого перегруза вот тело брови это вот это вот начало брови это тело мы его делаем немного светлее чем мы дальше уходим тему усиливаем цвета сделаем некий градиент такую растяжку поэтому сначала набираем на кисть просто светлые светлые тени и аккуратненько придаем начинаем прорисовывать форму если у вас брови очень темные то можно смешать добавить сразу темненького немножко цвета то есть вот я прям чуть-чуть бросила капельку тут же набираю добавляю к этому цвету чуть-чуть темного начинаю усиливать дальше бровь еще уже дальше я работаю только темным кисть я держу по линии роста волос то есть как вот волосы лежат кисть должна также не надо переворачивать блоком как-то или я не знаю я иногда смотрю как вот девчонки красят брови первый раз берут кисть и не знает как не перестроиться мне кажется это так просто она же прям сделан уже скосы прям как бровь должна быть когда такая расчесочка и вот тут мы прорисовываем все 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 смотрите по форме бровей если вы молоденькая девочка да вам можно брови рисовать там любого формата классные да будет все на молодом лице все красиво чем вы старше тем смотрите что у нас происходит опускается века да вот как бы нависание и все начинает земным притяжением спускаться вниз вот чтобы этого не было надо чтобы это избежать мы берем стараемся вот эту бровь приподнять то есть мы ее она вот так у нас дает старается вниз уйти а мы ее поднимаем вверх то есть если мы кончик брови правильно скорректируем и чуть-чуть его хотя бы там на 2 миллиметрика незаметно то есть это не должно прорисованная бровь куда-то там в этом в область темечка да вот она должна быть естественно но при этом да чуть-чуть мы задаем направление знаете как такая перспектива и когда прорисовывается перспективы то визуально воспринимается уже по-другому вот смотрите я беру вот этот кончик я внизу его вообще не крашу то есть я кисточку держу сверху и по капельке начинаю прокладывать этот рисуночек где бровь должна заканчиваться бывает такое что брови очень длинная и за счет кончика тоже они уводят визуально взгляд на это смотришь как будто бы глаз такой опущенный положите просто так любой карандаш через крыло носа край глаза и вот бровь у не должна выходить за пределы этой линии это будет правильный рисунок брови и будет красиво будет просто красиво весьма чуть-чуть делаем такую коррекцию прокрашиваем внутри все бывает что такие пробелы какие-то в бровях там неравномерно растут где-то более жидкие где-то густые поэтому вот этими тенями специальными мы заполняем все пустоты пользуемся опять же этой же щеточка который расчесывали волоски да и вот так вот разглаживая наводим порядок все подписать как просто я одной кисточкой все сделал можно менять чуть-чуть форму брови например задать немножко уголок вот это да я могу стать чуть-чуть подрисовать тенюшечек опять же прям 1 2 миллиметрика который дает вот этот визуально подъем как будто бровь чуть-чуть изогнулась немного это должно быть незаметно потому что когда макияж слишком уж ну прорисованный слишком заметны это не очень есть как говорится хорошо делаем сразу вторую бровь без болтовни постараюсь быстренько сделать и как вы видите сразу разница да какая одна бровь и другая как ли меняется лицо в принципе если сделать красиво брови то уже можно даже макияж не особо усердствовать делать выровняли тон сделали бровки как игрушечки да как конфеточки подкрасили реснички губки и королевы самом деле я когда не иду клиентам там или не записываю видео я очень просто делаю макияж очень быстро у меня буквально макияж занимает полный максимум 10 минут если мне миша говорит так или мы через 10 минут должны выйти я даже не паникую потому что я знаю что я за 10 минут могу сделать шедеврально быстро легких классные эффекты макияж и все будет супер а вот что важно сравнить теперь до чтобы все было одинаково тоже может быть одна бровь получилась чуть темнее чуть шире вот у меня за счет того что челка закрывает бровь конечно этого не видно но если у вас особенно лоб открытый вы не носите челку то здесь надо быть очень аккуратно так на все я довольна убираю в сторону кисточки чтобы они не мешались я забыла еще нести пудру давайте сразу сделаем потому что если будут тени осыпаться на тон то они их будет трудно убрать а если у нас уже решит пудра особенно если это рассыпчатая пудра так я ее набираю на крышечку кстати когда берете рассыпчатую пудру но она заклеена не нужно все отклеивать и полностью выкидывать эту бумажечку отклейте и переклейте чуть-чуть подальше мне открыто всего четыре дырочки этого достаточно просто для того чтобы насыпать целую кучу кисть для пудры желательно иметь отдельно почему потому что если вы пользуете интенсивными румянами то что сделают румяна на этой кисти да они могут остаться пигментации вот это и следующий раз когда вы будете носить пудру то вы просто напросто где-то положите пятна румяна это будет не очень красиво пудру тоже можно носить по-разному можно ее припечатывать если особенно кожа жирная то вот так прям прокатывать кисточкой или пуховочкой например если вы спонжиком пользуетесь то прям спонж можно взять так на палец даже не знаю на чем вам показать ну как бы вы его держите плотненько вокруг пальца и вот так катаете чтобы припечатать пудру и тогда макияж будет еще лучше зафиксирован вот ну и смотрите второй вариант это просто взять пуховку и пудры облачком бросить на лицо просто чуть-чуть так пудра а или можно сразу румяна я сейчас пользуюсь румянами серии giordani gold цель пудра из ивановская очень хорошая пудра я просто обожаю румяна giordani естественное сияние почему я ими сейчас пользуюсь то что кожа бледная и если я буду наносить например бронзовые румяна вот они тут тоже под рукой вот такие румяна то они будут просто как вы выпадут из контекста да просто будут пятна такие оранжевые на лице летом да конечно они просто без подобно смотрятся а сейчас это будет не очень хорошо с румянчиками главное тоже не переборщить более сейчас это не модно уже такие румяна густые делать просто намек что у меня есть румянец я свежая ему и хороша да и вот так маленькое зеркало плохо вижу дайте большое да вот так вот уже лучше остаточки я смахиваю обычно на эту зону то что у нас есть места такие провальные то когда контур лица падает обязательно сюда темный тон да можно пигмент корректор использовать или румяна мол сюда наносим чтобы она была в тени когда появляется тень это прячется когда свет объем придается поэтому на нужные места мы нанесли светлый корректор чтобы вытащить их она не нужны и да мы прячем так ну вот вроде бы румяна готова следующий этап это глазки давайте красить глаз конца нас будет еще хайлайтер не забывайте это еще не все многие спрашивают как я храню кисти вот в таких вот стаканчиках например здесь у меня отдельно карандаши для губ вот в таком стакане из оникса и отдельно все для глаз тоже в таком уже уже кисти я мою часто минимум раз в неделю бывает и чаще потому что вот эта пыль все-таки когда мы по коже кистями идем то мелкие частички кожи отшелушивается мы это даже не замечаем они стоят на кисти поэтому лучше кисть мыть почаще чтобы она нам хорошо служила итак переходим к следующему этапу наносим праймер на веке чтобы хорошо зафиксировались тени праймер можно носить также пальчиком просто берем капельку праймера и наносим на ту зону где мы будем красить тени на пальчиком можно кисточкой как удобно это же ваше лицо ваша кожа же вы можете сделать конечно все что вы хотите как вам комфортно так и делаете правильно он с таким оттенком но его и не видно практически то есть его я его нанесла но все-таки чуть-чуть выровнялся тон век век так закрываю видели прям капелька капелька даже меньше чем спичная головка далее мне нужно вот кисти для теней буду использовать несколько кистей сейчас я вам покажу самые нужные кисти что одной кисти не вижу алё где моя кисть наверное я ее постирала и забыла достать ой ой как плохо хорошо будем обходиться двумя кистями ничего страшно одна кисть мне нужна очень плоская и упругая эта кисть у нас по-моему для помады или для корректора она двухсторонняя этой страны я практически не пользуюсь она большеватая а вот маленькая самое то и одна кисть нам нужна пушистенькая для тушевки меньше есть одна классная кисть для тушевки ну я что-то и не достала буквально на днях все кисти стирала и не все наверное сюда положила потому что я кисти используя на мастер-класс другие так две кисти для тушевки одна кисть для цвета а и мы будем работать зеленым оттенком я попробую зеленый такой молочный это матовые цвета и может быть я чуть чуть-чуть добавлю искорку от этого розового оттенка потому что он он не очень яркий и могу сказать что тени не агрессивные то есть в них нет такой вот жесткой пигментации что там прям наносишь и его а вот из этой коллекции если взять белые тени там да там просто один перламутр и они очень коварны вот смотрите я вот беру с палеточки тени на ребро кисти то есть не плашмяки складу а на ребро набираю немножко пигмента и выкладываю как мой любимый классический макияж и делают эту галочку то есть вот эту теневую зону прокладываю тоненькую линию почему тоненькую потому что надо сначала пристреляться я делаю некий такой черновичок видите не ярко тени ложатся не пугающим таким оттенком черновичок чуть-чуть я провела линию опять же смотрим как у вас брови расположены и мы повторяем линию бровей чтобы это было гармонично чуть-чуть кончик я сразу задаю ему направление чуть чуть-чуть вверх тут тоже важно не переборщить следом я прокладываю одну стрелочку вдоль линии роста ресниц вот такой мы прорисовали галочку то есть это наброса для того чтобы посмотреть не слишком ли низко не слишком ли высоко куда может быть подальше отвести поближе вот большое зеркало сразу я по-другому вижу кстати мне такое зеркало арифлейм было несколько лет назад и его очень люблю она с этой стороны не очень красивая с этой очень я его обожаю смотреть и вот желательно делать макияж перед большим зеркалом чтобы соблюсти вот эти все линии и все направления куда мы двигаемся да что мы делаем смотрю по времени уже так много и вот я вижу что надо чуть-чуть нарастить и мне еще поможет карандаша где он меня готовила заранее металлик я возьму зеленый раз уж делаем зеленый макияж значит зеленый у нас есть такой карандаш металлика серии зван очень крутой карандаш я их вообще просто обожаю эти карандашки они маленькие они механические их не надо точить то они так выдвигаются но они по качеству просто бесподобные вот смотрите и я прокрашиваю нижние века как назад века в ресничках зеленый зеленый макияж я прокрасила делаю соединительную линию и теперь тенями же этими же зеленые я усиливаю карандаш и делаю тушевку что такое тушевка когда я кисть кладу чуть-чуть вот так вот плоско и понемножечку делаю растяжку чтобы у меня растушевался цвет в ресницах и чуть-чуть растянулся вниз потому что если эта линия будет четкая тонкая жесткая такая то глаз с хлопнется он станет маленьким а если мы вот посмотрите я растянула сделала растяжку как сразу визуально глаз увеличился да даже можете сравнить глаза какой-то растоп огромный вот мне все нравится в принципе неплохо зеленый такой кстати цвет интересно подчеркивает цвет голубых глаз то есть они как как льдино стали у меня глаза серо-голубые теперь я беру пушистую кисточку пушистая набираю светлый оттенок кстати светлый оттенок очень интересный он прям рассыпается вам сейчас его покажу то есть я вот чуть-чуть набрала капель кисточкой и он прям сразу осыпался нет не очень нравится потому что каждый раз приходится сдувать остатки пыли и вот тут я начинаю заполнять перешла на большое зеркало заметили удобнее конечно большое начинаю вот это заполняет тушевать и тут же можно дополнить зеленого если вы хотите сделать его больше зелени то есть как бы не такое большое белое пространство как я оставила чуть-чуть запомнить вы берете ту кисточку с которой начинали плоскую набираете опять цвета и докладываете если хотите немножечко например сократить вот этот или скруглить до сделать более плавную линию то вы уже здесь все это делаете совершенно совершенно спокойно может быть я не буду вам показывать второй глаз чтобы не занимать время закончим на одном мы делаем его вот обратите внимание что сейчас получилось у нас как бы низ глаза сейчас я тоже проложу беленького уголочек сразу получаете что как бы низ хорошо очерчен угол а сверху пустота когда мы добавим ресниц конечно же мы немножко компенсируем эту пустоту но также можно проработать стрелочкой давайте сделаем стрелку можно делать подводкой у меня почему-то здесь желтая только не знаю куда я делаю черную подводку у меня есть подводка гель давайте ей тогда сделаем кисточка нужно у меня наша арифлейм изогнутая кисть чудотворная кисточка она такая смешная на первый взгляд а вот же подводка нашла я ее просто уже заранее приготовила да можно ей можно этой ну давайте подводкой потому что кисточка я вам как-то недавно показывал подводка very me самая простенькая самая дешевенькая подводка она мне очень кстати нравится она не растрескивается не осыпается да она смывается слезами если плакать например или попасть дождь она может чуть-чуть съехать но в основном макияж всегда держится очень качественно и здесь очень аккуратно проводим тонкую линию я стараюсь попасть сразу близко-близко крестничка буквально одним движением руки добавляю чуть-чуть цвет потому что кончик должен быть особенно черненьким у нас помните что излишки надо снять с кисточки иначе вы сразу посадите пятно себе жирно и вот как прорисовать эту стрелку естественно она тоже должна быть у нас поднимающейся да как будто бы она поднимается вверх и задирает край глаза внешний тоже вверх за счет этого форма глаза чуть-чуть корректируется и вот этот особенно если это взрослое лицо уже как бы уголок подлетает и лицо становится моложе то есть визуально смотрится намного моложе поэтому мы прям вот можем куда бы сделать то есть прокрасили так стрелочку и соединили заметили что я сделала когда вот линия естественного да вот это расположение кожи она уводит нас вот так вниз когда заканчивается край глаза я отсюда прям прорисовываю чуть вверх кончик остренький и вот таким движением просто соединяю чтобы был плавный переход то есть мы можем стрелку соединять из нескольких частей получили плавный переход смотрим вот такая вот у нас получилась яркая эффектная стрелка тут тоже на любителя можно ее делать толще длиннее кончик короче опять же смотрим по форме глаз по форме лица по одежде потому что если у вас очень простая одежда да вы просто вышли на прогулку с ребенком в спортивном костюме или ну я не знаю как то в джинсах то такие вот стрелки они не уместны это все таки больше такой ну вечерний макияж да он более такой вау что нужно сделать добавить немножко тени опять же беру зеленые тени и вот сюда чуть-чуть прокладываю чтобы был мягкий переход мы не прячем стрелку совсем то есть мы ее не убираем но делаем более мягкий переход пушистой кисточкой мы можем чуть-чуть сделать тушевочку опять же делаем эту здесь вот вверху чтобы не на не находить на светлую вот эту часть потому что если мы ее замажем то в чем тогда был вообще для чего мы все это начинали да все это красоту то есть если вы сейчас посмотрите два глаза то вы увидите разницу однозначно да что вот эта часть лица она как бы сразу освежилась омолодилась да взгляд стал более молодым задорным напишите в комментариях свое мнение и просто расскажите делаете ли вы так или если вы попробовали получилось понравилось ли вам да мне будет очень интересно вот в общем то мы очень здорово с вами поработали осталось накрасить ресницы и губы прежде чем красить ресницы особенно если это макияж такой парадно выходной то лучше всего чуть-чуть ресницы подкрутить зафиксировать чтобы они лежали таким идеальным веером я воспользуюсь специальными такими щипчиками для отлучивания ресниц такой предмет экзекуции я подвожу их аккуратненько ближе к основанию роста и аккуратненько прижимаю можно досчитать до 20 раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять и раз два три четыре пять достаточно отпускаем обратите внимание ни в коем случае не на накрашенные ресницы а именно чистые реснички чтобы их не сломать не повредить берем тушь пять в одном икс 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 привыкла кисточки не сразу на первую неделю я прям мучилась и думала переставлю кисточки из туши пять в одном уже получается два с половиной месяца я пользуюсь этой тушью она очень хороша то есть она мне нравится ее консистенция больше чем пять в одном и мне нравится как она смывается сначала берем короткой стороной изогнутый подлазим прям поближе поближе да вот к началу роста ресниц все равно тушь уже надо заменить будет потому что два месяца для туши этого более чем достаточно потому что потом уже в ней скапливают всякие микроорганизмы потому что все равно мы как-то дотрагиваемся до слизистой тени на ресничках сейчас были они где сейчас останутся на туши то есть вот я прокрасила один слой он подсыхает я беру нижние реснички чуть-чуть оттеняю не сильно так капельку чтобы они не слиплись у меня кстати нижние ресницы такие худые их так мало что особо акцент на них нельзя делать ну и не красить их тоже нельзя потому что эти линии должны быть если вы тут добавили много красивого яркого то вы внизу должны тоже сгармонизировать все как в природе и заметьте как смешно смотрятся глаза когда нарастили верхние ресницы а внизу пусто настолько кукольный эффект неестественный получается ну девчонки привыкают не замечают им кажется они красотки ресницы длинные но на самом деле это просто ну просто жесть я наращивала ресницы два раза в жизни но при этом я всегда работала с нижней частью то есть я ее прорабатывала тенями карандашом и подкрашила нижние реснички посмотрите как идеально легла тушь за счета что я щипчиками подогнула реснички надеюсь вам хорошо видно она сразу вот веером веером просто легли я сейчас только наношу чуть-чуть второй слой можно перевернуть кисточку уже нарастить реснички следите чтобы они не склеивались если склеились тут же принимайте меры по расклейке вот так вот и акцент мы делаем на внешние реснички потому что чем больше мы сюда вот так вот поднимем груза добавим тем будет более распахнутые глазки смотреться чуть-чуть нижние то есть не надо стараться сразу одним махом все это накрасить и сделать да конечно будет хорошо будет ярко будет сочно но будет не очень хорошо смотреться все я думаю достаточно второй глаз потом сама сделала что еще добавлю хайлайтеры чуть-чуть он безумно освежает лицо у него такой розоватенький оттенок приятный приятный он такой перламутрый о как много выдавила кстати он никогда не закончится потому что я им пользуюсь все лето как он вышел уже осень и мажу всех да и всем попробую то есть так пальчиками набираю чуть-чуть и вот эти местечки пробегаюсь такое чтоб сияние придать коже именно с такими втоптывающими движениями немножечко на переносицу и она дает такое благородное благородное свечение то есть ничего как говорится лишнего просто личико становится намного свежее ой какой яркий глаз в связи с этим чуть-чуть отсюда на ямочку которая ну естественно мы потом да прокладываем на ключицу на другую все это я потом сделаю давайте сделаем губы вот когда такой яркий макияж губы нужно сделать ну немножечко помягче не такой яркий текст поэтому я воспользуюсь каким-нибудь оттеночком у меня наверное в сумке коричневый карандаш ну хорошо возьму я больше всего конечно люблю карандаш для губ The One но возьму вот Very Me крышечкой расплющился он тоже такой бежевый оттенок дает и чуть-чуть проработаю по контуру губы кстати расскажу вам про губы как воспринимаются губы в общении да если у девушки губы накрашенные такие вот знаете как сейчас покажу вам выкругленные вот так вот сильно выкругленные такие губки бантиком и вы например пытаетесь провести деловую беседу например презентацию по бизнесу вы хотите вовлечь особенно если это мужчина с вами общается а у вас такие круглые губки тут еще и красная помада все девочки вас слушать не будет вас будут только хотеть а если же вы сделаете такие ровные линии такие вот да острые углы четкие острые уголочки да нижнюю губу проработать не слишком пухлая чтоб она была и несете натуральный какой-то цвет вот как я сейчас буду использовать продленные матовую помаду то вас будут воспринимать очень четко будут слушать что вы говорите и скорее всего вы заключите контракт именно деловой вот маленькая фишечка конечно если вы идете на свидание хотите нравится выкругляйте немножко затошую не сильно и возьму вот эту помаду продленные кисточку я пользуюсь кисточкой мне нравится такая маленькая кисть ей все таки лучше наносить помаду более четко ложится цвет прямо вот отсюда с кисточки набираю по чуть-чуть и распределяю на губы получается глазки будут эффектные а губы не будут на себя отвлекать такой натуральный цвет губ все губки бантиком бровки домиком вот я одноглазый да чтоб было понятно и так 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 как вам больше нравится конечно я больше люблю свое лицо с макияжем и мне всегда комфортнее когда мне хотя бы сделан минимальный макияж и чувствую себя более уверенно наверное так скажу более комфортно и классно вот в общем то все такой у нас мастер-класс надеюсь вы что-то услышали полезное для себя а по поводу тени я не сказала да неплохо кстати зеленый цвет он такой не летний нормальный для осени для зимы подойдет хорошо лег но обратите внимание пигментация не сильная то есть можно набирать смело тени они хорошо ложатся и вот за счет того что у меня был праймер они классно растушевались я пробовала без праймера но не то вообще то не получился такой вот эффект как с праймером как с подложкой кстати если у вас нет праймера но есть вот такие вот жидкие матовые тени вы можете их использовать как базу под сухие тени тоже шикарно смотрятся то есть я как бы вот к ним привыкла я в основном с ними всегда вот ну теперь точно все спасибо вам за внимание желаю вам красоты успехов во всем и просто спасибо вам за то что смотрите и остаетесь на нашем канале с вас лайк пока пока gopro стоп видео я